Я думаю, что вот эти взаимоотношения между производителем, например, и тот, кто продает, скажем, да, они сейчас конкретно нашли, или вообще, кто сегодня нам представляет, и от общей политики государства, пользуются хорошим моментом, потому что, действительно, мы должны привыкнуть еще к новым цифрам, которые будут, в общем-то, в новой валюте, да. Но самое интересное, что меня поразило, на некоторые, значит, сегодня, или несколько месяцев назад уже высказаны некоторые идеи, которые, вот давайте мы обратимся к совести, в общем-то, да, предпринимателей, считали, наверное, об этом, да, что вот мы должны обратиться к совести предпринимателей, те, кто нам продает какие-то вещи. Я думаю, что это очень наивный подход к решению вопроса. Есть представления об экономике, об их основах экономики, и если мы сегодня этих не будем, собственно, соблюдать, то мы будем получать такие, в общем-то, скажем, цены. Вот я готовлюсь немножечко, скажем, к этой передаче, там, или вообще, зная, что у нас всегда будут вопросы, вот я бы пришел, например, к тем же, возвращаясь, поскольку речь пошла о наших, в общем-то, предприятиях, да, и которые работают вот в этой обстановке, это говорит, вот эта картина говорит по, например, значит, по нашим долгам, мы получаем, например, счета за электричество, да, то есть сегодня кроме 60, больше, например, да, за киловатт-час стоит, но в этой ситуации не только местные, собственно говоря, значит, потребители, мы с вами на уровне местного самоуправления, или, да, в этой же ситуации находятся наши предприятия. И наши предприятия, как известно, с начала этого года перешли на новые, в общем-то, условия, скажем, да, по приобретению, скажем, в любом товаре есть электричество, и наши предприятия перешли, большие предприятия перешли, значит, на новые условия закупа, да, так назовем, можно такую условию потребить, да, закупа электричества. И вот что-то случается, что, например, все, что связано с электропотреблением, я бы разделил на три таких больших блога. Первый – это производство электричества. И вот, значит, тут у меня цифры даны уже в евро на мегаватт-час. То есть активная, значит, актив электро, или то производство электричества, стоимость электричества, которое выходит вот из наших, значит, поставщиков, поставщиков электричества. Вот для предприятий это обходилось в 2007 году 22 евро за мегаватт-час, а сейчас это цифра 45. Хочу только сказать, что мы сравнялись буквально с Финляндией, потому что в Финляндии тоже 45. У меня это сравнение. Второй этап – это электричество надо передать. Передать нам в дом, нам передать на предприятие какое-то. И вот стоимость этого передачи, собственно, в 2007 году это было 5 евро за 1 мегаватт сейчас, сейчас в июне 2010-го это 10. То есть процентов, сто процентов рост на это дело. Теперь начинается уже игра государства. Государственная игра по энергии или количеству стоимости одного мегаватт-часа заключается в трех вещах. Это, прежде всего, восстановительная электроэнергия, которую сейчас в Европе не все еще, кстати, государства этим пользуются. Но, тем не менее, наша политика нашего государства, правительства, вот наши ветряки, которые стоят, это не что иное, как восстановительная электроэнергия, которая, по некоторым мнениям ученых, должна быть не более 5%. Сейчас уже это говорят цифра 12, а я читал материалы, например, в деловых ведомостях, когда говорят о достижении 25. Это не совпадает с нашей государственной программой, но это дает хорошую прибыль людям, которые эти занимаются. Поэтому, если восстановительная энергия была в 2007 году в одном мегаватт-часе стоила 1 евро, то сегодня 8. Я хочу сказать, что восстановительной электроэнергии, опять же, смотрю, Финляндию, нет вообще. Ну, значит, это государственная политика. Теперь, говорить, второе направление, которое регулирует еще государство, это акциз. В 2007 его вообще не было, это был ноль. Сейчас акциз составляет 4 евро за мегаватт-час. Предприятие должно платить. То есть, получается, что общая цена, например, да, добавим к этому еще налог с оборота, который был в этом году, как известно, изменен. В общем-то, на этом уже бюджетном году он был 18% в 20%. Значит, мы все, и в том числе предприятия, еще 2% получили. А это и говорит о доброжелательности государства к предприятиям. Если сегодня мы говорить будем в таком темпе продолжать, а сегодня вот прогноз о том, что, например, я могу сказать, что цена роста для предприятий с 2010 года по отношению к 2007, ну, практически уже заканчивается, 2,5 года, рост составил 55%. И сегодня, в общем-то, добавочно к тому, что сегодня средняя цена 67 евро за мегаватт-час уже предполагается, в общем-то, будет в следующем году 68. Я бы хотел закончить еще, поскольку тема идет на уровне нашего с вами, в общем-то, скажем так, скажем, нашего постоянной жизни, то в 2013 году, вы знаете, что и электричество, которое не только для крупных предприятий, а электричество, которое будут покупать и бухтовые потребители, мы с вами должны войти в эту зону. Поэтому по нашим расчетам цена бытового электричества, то есть повседневно будет увеличение по нашим расчетам, она должна увеличиться еще на 25-30%. Поэтому, когда спрашиваешь министра, в общем-то, скажем, а скажите вы, сколько же цена, насколько цена поднялась, мне кажется, что когда говорят нам о каких-то центах, там 25-50 центов, то мне кажется, что здесь вот в евро уже мы видим, что цена поднимается бешеной, но я думаю, что и перспектива с ценообразованием. Поэтому, отвечая ваш на вопрос, до тех пор, пока экономическая политика государства, еще раз повторю, по отношению, скажем, к налогам с оборотов, по отношению к зеленой электроэнергии, собственно, и, скажем, к акцизу будет такая, Возьмите, например, мы можем говорить про цены, автомобилисты наверняка знают, 19, собственно, 18, 17, вот эти последние дни колеблись, например, значит, литр бензина, но в этом, простите, 40% акциза, которая идет на государство, именно государство. Поэтому, наверное, надо подумать, в общем-то, в этой политике, собственно, ценообразование. Больше того, ведь у меня, например, наши налоги, которые я часто задаю себе вопрос, а почему у нас 20%, например, налог с оборота на все, что у нас производят 20%? Возьмите то, что производят на предприятии, или возьмите то, что, например, в культуру. Некоторые приезжают из, ну, как-то говорят, западные страны, да. Простите меня, но для того, чтобы там не брать акцизы, или для того, чтобы, в общем-то, скажем, как-то регулировать, билеты в театр-то, в общем-то, бесплатно. Полный день ты идешь, и не надо, простите, не в театр, я думаю об одном, что, я думаю о культуре, что культура должна тоже получать налог меньше. Простите, в музее это, билеты-то, бесплатно. Идешь туда в музей, конкретно, в принципе, у тебя этот, работает музей, а мы еще на этих билетах, которые сидела, мы хочем, раньше было, например, у нас там 9-8% или 6% на билеты, а теперь у нас даже на билеты опять 20% в музей. Я уж не хочу говорить про культуру, которую надо поддерживать, но не брать с этого билета, в принципе, точно так же налог берется 20%. Продолжая даже, Вару, вот эту тему, действительно невозможно требовать от предпринимателей, от предприятий, да, вот такой стабильности цен, если, вот как мы видим, за три года, да, фактически с 2007 по 2010 были цены подняты на 55% на такие ключевые услуги. Это в первую очередь. Руководители, простите, предприятия живут не в оторванном, только в мире, в принципе, который ограничен только территорией государства Эстонии. Мы же, в принципе, потребляем газ, который покупаем, мы потребляем другие, тот же самый еще и каменный уголь, тот же брикет, который может быть свое собственное все дело. Они не могут эту цену спустить до такой, в принципе, величины, когда они будут себе работать в банкрот. Я имею в виду, наверное, в первую очередь, наверное, коммунальное то, что мы с теплом, с электричеством, со всем, они тоже завязаны на этом. Им тоже нельзя преддиктовать цены до которых. Но надо создавать такое, чтобы у наших людей был доход. Доход, который, в принципе, сегодня, скажем, у того же отработавшего 40-50, скажем, лет человек, чтобы у него была пенсия достойная. Еще раз вернусь, 18 тысяч в Финляндии пенсия, у нас, в принципе, средние 4 тысячи. Мы как-то забыли об Финляндии, мы очень долго говорили о том, что Финляндия была, в общем-то, каким-то примером. 80 километров через Финский залив, такое же государство, конечно, оно устоялось, законодательная база, в общем-то, традиции, в общем-то, долгие годы, которые работало это предприятие, в смысле, само государство, на то, чтобы это все создать. Мы достаточно молодое. Эстония 20 лет, скажем, поменяли практически всю законодательную базу. Мы молодое государство, но у нас есть пример, в общем-то, когда организуют, когда спокойно могут работать с теми же соседями с Востока. Я часто спрашиваю, в общем-то, да, покупают газ из России? Покупают. Электричество покупают? Покупают. Мы это сделать не можем. Мы это сделали не просто не можем, мы не хотим это сделать. Мы принципиально из этого ставим позу. Сегодня, например, тот же эпопей, который разворачивается вокруг ЕСТИ ГАЗа. ЕСТИ ГАЗ, как известно, предприятие около 70% принадлежит Газпрому и практически РУРГАЗу, потом еще фирме и потом все это мелочи. Мы сегодня принимаем решение, давайте мы всю эту систему, значит, разломаем. Сегодня нам не нужен российский газ, а хоть кто-нибудь пытался когда-то подумать, например, а можно ли, например, покупать по цене, которая меньше? Конечно, нужно отношения налаживать между двумя государствами, чтобы эта цена была не 340, собственно говоря, за тысячу, а, например, как 140 нам предлагают. Но я не вижу, в общем-то, сегодня такой подвижек, когда бы было, в общем-то, огромное желание выйти на это дело, вернуть к Финляндии. Финляндия до сегодняшнего дня, и, скажем, те же отношения существуют и с восточными соседами, находясь в Евросоюзе. В принципе, она спокойно работает, ездит, я неоднократно встречался с чиновниками, которые из Финляндии, которые едут спокойно, собственно, обсуждают проблемы и на востоке, и на западе. То есть, работают по-настоящему на то, чтобы была бы экономика работала. Если сегодня, скажем, надо помочь какому-то предприятию, у нас, например, на Нитроферте в прошлом году произошла действительно интересная история, когда Нитроферте вдруг тарифы на перевозку, скажем так, продукции, неожиданно спускают повышение на 27%. В Финляндии 80% платит за перевозку, вообще, государство, и 20% платит, простите меня, само, в общем-то, скажем так, предприятие, поставщик и потребитель. Но надо же создавать условия. А из того, что, например, прочитал я сейчас, например, вам по цене, скажем, электричества, но я бы не сказал, что сегодня, в общем-то, есть разумность. Есть разумность, например, на Нарской станции топить, собственно говоря, лес. Я видел фотографию, на которой стоят, значит, две трубы, значит, Нарской станции, большие кучи леса, которые сегодня в такой погоде и на условии находятся у нас на, в общем-то, скажем так, на улице. Ну, это мне мой коллега Лебед Калевый говорит, физика, наука точная, 55% влажности, которая в дереве, оно уже работает на себя, только оно горит, не давая, не выдавая тепло, а оно, по большому счету, только потребляет тепло, чтобы еще сгореть бы. Поэтому, ну, какой резон сегодня, когда пючевский комбинат стоит у нас без подпитки, подпитки, скажем, древесной, когда пючевский комбинат может дать людям и работу, и людям дать, в принципе, доход, и людям дать, в конце концов, заплатить государству и помочь, например, тем же пючевцам, которые сегодня, простите, у меня тоже в тяжелом состоянии и в такой же ситуации тоже, как вы говорите о которой. Поэтому я считаю, что вот до тех пор, пока не будет разумного сочетания и не будет ставить задачу, например, выйти на социальные, скажем, право-лево, я думаю, что в таких моментах мы будем с вами неоднократно здесь собираться и говорить о тяжелых моментах жизни. Несмотря на вот этот вот рост 55% цен, то минималка, заработная плата минимальная, которая на сегодняшний день числится, она очень давно не поднималась. И если уж на то пошло, то один из серьезных аспектов при поднятии этой минимальной заработной платы, что беспокоит практически всех предпринимателей, это повышение уровня необлагаемого минимума. Потому что ситуация какая? Для работодателя на сегодняшний день, значит, работник обходится при минимальной заработной плате в 5800 крон. На самом деле на руки он получает 3 с небольшим хвостом, да, то есть есть разница. И если, например, на сегодняшний день вновь, допустим, а я думаю, все-таки в ближайшие годы этого не избежать, поднимается заработная плата минимальная, то в первую очередь надо говорить на правительственном уровне о параллельном повышении суммы необлагаемого налога минимума. А последние два раза было как? Сумма поднималась, а минимальный этот минимум необлагаемый, он оставался. И получается, что сумма, уходящая в налоги, она уходила, а человек получал там совсем разницу на 100 или на 120 крон меньше. Вот, пожалуйста, следующий вопрос.